Всем наедобрейшее утро из нашего прекрасного шатра, такого VIP, даже кондиционер есть. Ребятки, мы начинаем вторую часть нашего путешествия, движение на Пхукет. Обязательно посмотрите первую, посмотрите, где мы остановились на ночь, гляньте обязательно. Что будет в этом выпуске, что нас ждет, я совершенно не знаю, потому что начало записываю в самом начале. Но обязательно этот выпуск заслуживает лайк, комментарий, подписочку и репост. Не буду долго затягивать, погнали в новый классный выпуск. Проверяйте, чтобы никто не спрятался, у него все получище. Давайте, проверяйте, давай, давай, Руль. Он так бы побежал у него. Что на ком? Камушка-то. Камушка-то, мам, гайду. Иди ко мне, дай. Идем на завтрак. Как прекрасно вываливаться из палатки и сразу попадать в природу. Мама. Опа. Самое главное, тапки у нас закрыты у всех. Нужно обязательно проверить, чтобы туда никто не забрался ночью. Все, пойдемте. Правила палаточников, ребята. И в Крыму так обязательно делать. И в Турции. Так делать надо везде вообще. Мы просто, когда в нашем телеграм-канале двигали эту идею, типа с палаткой написали, что здесь опасные насекомые, там туда-сюда. Блин, у нас, например, в Крыму тоже их полно. Но тот же паук, этот, как он, черная вдова в Турции. Скорпионы есть смертельные. Поэтому везде хватает этой живности. Скорпионы засадни в Турции. Да, прикиньте, сегодня в 6 утра проснулся, и люди уже купаются во всю бассейне. Я прям слышу их. Блям, блям, блям. Конечно, мы очень купались. Вообще. Потому что мы уже спать еще. Ну, ну, ну. Вот эти, пойдем завтракать, сынок. Мы еще едем. Ему вот эти надо. Пошли. Ой, тут к Мирошке так пристают маленькому. Дети вон мешают здесь все подряд. Какао, сахар, молоко сухое. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Дорвались. Настенка вон кофеечек заваривает. Мы же заказали яйца с Крамлэд. Ждем, когда нам приготовят. Ну что же, добро пожаловать на наш завтрак. Вот так это все выглядит. Цены здесь посмотрите в прошлом выпуске. Не буду дублировать. Ну а кто впервые, по-моему, наш канал не выделил прошлый выпуск, то что нужно сделать? Посмотреть. Правильно, обязательно. Нам приятного аппетита и будем собираться двигаться дальше. Представляете, вот какие мы только бананы не ели. Красные, не красные, зеленые, желтые, маленькие, большие. Но смысл в том, что нам вот сейчас принесли вот такие вот маленькие бананы. И представляете, в них косточки такие же крупные, как в арбузе. Вот мы положили. Вот желтые, видите? Это из банана, а это из арбуза. Они такой же величины. Вот в этом не попали мне. Ну, так мне тоже не попали в одном, а в этом попали. В ракторнике попали. Смотри, мне прямо в самом начале только попали. Родик, ты будешь? Давай проверим. Смотрите. На, Родик. Они, наверное, какие-то мутанты. Мы, кстати, машину почти вообще не разгружали. Чисто взяли он основное, чтобы поработать. Сейчас надо дело все закидывать обратно. Вот и все, мы собрались. Отправляемся дальше. Сейчас ключики отдадим, скажем спасибо. Единственное, что мы не сделали, мы не покупались в этом прекрасном бассейне. Дело в том, что у нас тайминг, нам до Пхукета сегодня ехать очень долго. Я думаю, что часов 7-8 будем, поэтому задерживаться вообще никак не хочется. У нас два маршрута есть, как ехать. Вот так вот вдоль берега, либо вот так. Но разница, на самом деле, час времени, поэтому поедем вот так вот. В путь, ребята. Вот это коса, один километр. Посмотрите, какой здесь есть пляж. Кох Тао Пир называется. Это остров Тао. Вот это вау. В общем, ребятки, это остров, на который можно отправиться вот на пароме. О чем как раз я и говорил в том выпуске, гляньте. С того уже острова можно отправиться на Панган. А с Пангана отправиться на Самуи, а Самуи вернут снова на материк. Но, возможно, это будем уже делать чуть позже. Пока едем на Пхукет. Пока вы не поедете на машине по всему Таиланду, вы действительно не раскройте для себя Таиланд, шикарные пляжи. Как это делаем мы, не прочувствуете вот эти вот деревни, где люди останавливаются и что-то скупают. Я не знаю. Вот прям видите здесь куча машин. Смотрится достаточно интересно. Ну и в голове, естественно, остается вопрос, а что это, а что это? Смотришь, как действительно живут люди в Таиланде. Это вообще про любую страну, когда отъезжаешь от туристических мест и начинаешь по-настоящему кайфовать. Эти большие фуры, контейнеры, ребята, блин, не успели снять. Это все креветки. Это все привозят, сортируют на продажу. Прямо на дороге. Едешь, огромные машины стоят, вот такие контейнеры круглые, квадратные. Это все креветки. По пути проезжаем вот такие вот рынки. Можно подкупить каких-то различных фруктов. А мы сначала подумали, что это красные бананы. Это не красные бананы. Что это за фрукт? Смотрите, мы едем, я не знаю, в какую-то просто непогоду. Мы, получается, сейчас спускаемся на юг, где как раз там всякие подтопления и так далее. Но до этих регионов мы не доедем. Конечно, не хотелось бы, чтобы нас накрыл какой-то ливень в дороге. Надеюсь, пройдет стороной. Все-таки стороной не обошел. Все, начинается, но пока хотя бы не ливень. А я вот чему удивляюсь-то? Я же машину помыл. В общем, ребятки, этот закон работает и в Таиланде. Помоете машину, будет дождь. Ну, а так вот. Да уж. Мы вот заезжаем здесь на заправку. Увидели. Но не для того, чтобы нам заправиться. У нас еще на 342 километра. Но нужно опустошить баки серой воды. И подкрепиться. Надеюсь, у нас это получится. Кстати, смотри, здесь на заправке можно постираться. И поесть еду, кстати. Вот, смотри, есть фудкорт. Здесь, видите, как бы заправка не так, как у нас выглядит. Но, по крайней мере, вот эта. Здесь можно просто открытые такие торговые палатки. Здесь можно всякой штуки купить, еду вон, хлеб даже, да, есть. Все острое, да? А вот нам меню дали. Ага, спасибо. Ну вот. А где он сказал, я не хочу рис? Все. Крупным планом есть меню. Мы вот заказали супы. Еще что-то заказали. А, вот такую штуку заказали. Лапшичку детям еще какие-то куриные супы заказали. Попросили ноу-спайси, не остренькое, да? И вот цены. По 50-х, по 60-х бат. Нормальная такая придорожная кафешка, да? Вот можно сразу постирать вещи, пока кушаешь. Нам, в принципе, не надо. Туалеты здесь также есть. Все достаточно красиво выглядит. Здорово, да? Ну и автоматы. Сейчас быстро делаем перекус. Надеюсь, за минут 30 уложимся и едем дальше. Нам уже, видите, все принесли. Не прошло и буквально там это... Вот 50 или 60 бат тут стоит. Гляньте, какой морской суп. И вот бабочку дали, видите, в это блюдо. Прикольно вообще. Вот это я понимаю. Сейчас будем пробовать. Вон они как приборы классные, по курутерам. Салфетку Шар Чикс. Бульон такой, как... А вот это какой-то сейчас, как вкусно, да? Как кисель, видите? Попросили вот не остро. А ты обрабатываешь ручки? Ооо. Ой, классные супчики. Это парням принесли супчик. Смотрите, какая красота. Ну что? Глазенка это сделала первая. А я вот как раз люблю вот эту лапшу жареную. Ага. Со всеми овощами. Это приборы, они... Бульон такой странный. Ты попел. Ну, кисельный, да? Няу-няу-няу-няу-няу. Все в один голос говорят, насколько же здесь вкусно. Я еще до сих пор не попробовал. И соус такой классный, лапшу и родику нравится лапша. Блин, надо было спайси попросить, слушай. Немножко, а вот тут есть... Вот мне не нравится, потому что сладко получается. А вот если добавить остринки, будет классно. Вот, профигура. Вот, представляете, поели всего лишь на 270 бать. Только полноценный обед на нашу всю семью. Сейчас еще какого-нибудь ништяка купим в дорогу и будем отправляться. Здесь вообще цены прям классные. Уже там магазинчики. Следующая остановка по ходу Пхукет. Погнали. Навигатор, короче, предлагал поехать чуть подольше, но по скоростной как бы трассе. Но почему-то дольше. Ну, видимо, из-за километража то, что там на 20, по-моему, километров. Но я решил, что нужно свернуть с этого автобана, потому что ехать скучно. И вот мы сейчас поедем по такой извилистой дороге. Надеюсь, там хоть какая-то будет красота. Я вот, если честно, даже не верю своим глазам, что мы едем, и у нас сейчас появляется табличка на Пхукет. Вот серьезно. Вот если бы мне сказали какое-то время назад, что я буду на машине ехать из Паттайи на Пхукет, я бы сказал, да ну какая-то фигня. Не, это бред. Я так не сделала. А сейчас мы вот так вот всей семьей в полном составе берем и едем. Ну, это, ребята, ну, как не знаю, невероятно. Класс. Пхукет. Welcome to Sarat-Zani. Как-то так считается вот острова, все достопримечательности. У них выглядят именно вот такими серыми, вот такими синими табличками с фотографиями достопримечательностей. Вот на них можно позаезжать. Ехать нам осталось 186 километров 2 часа 54 минуты. На самом деле немного этого стоит, потому что мы едем уже на Пхукет, на самом деле. Наконец-то увидим, прочувствуем, каким медом там намазано. И едем вообще сейчас в отель, в очень такой достойный на Пхукете, по всем отзывам. Поэтому посмотрим, куда мы заселимся, но чуть-чуть попозже. Не знаю, как там по трассе дела обстоят, но вот здесь, на вот этой дороге, посмотрите, в какую красоту мы приближаемся. Эти горы. В Таиланде вообще какие-то горы своеобразные. Вот их не описать, как они выглядят, но они какие-то зубастые. Ну, они еще очень обложшие. И как бы, знаешь, деревья высокие на горах. То есть тут хоть и что-то имеется. Да, там же джунглищие. Да, да, да. То есть обычно как-то есть дель, дель. У нас носочки, например, все, ну, когда тепло, да, лето. Она как покрывала стелеса. А здесь она вот такая вся. И вот она табличка Пхукет. Супер. Hello, Таиланд. Ну, вы только посмотрите, какая красота нас начинает окружать. Это я понимаю. Вот это... Марития, в ущелье, в какое мы погружаемся. О-о-о-о, наконец-то. Ну как, как здесь не кататься на машине? Ребята, ну как? Обалденно. Поэтому, ребятки, берете по нашему маршруту, прокатывайте Таиланд, приезжайте в Паттайю, начинайте с нее, берете у ребят машину, ссылка будет на них в описании, и отправляетесь кататься по всей стране, вообще без ограничения пробега. Но только бензинчик с вас. Нам всего лишь осталось 99 километров, и мы будем нам в Хукете. В Хукетик, встречай, нам осталось чуть-чуть. Вот у нас таблички Пхукет налево. Мы прямо сейчас будем заезжать на мост, который соединяет материк и остров Пхукет. И если вы не знали, туда идет Непаром, построили мост, не знаю в каком году, но это явно упростило передвижение. Буквально там 3 минуты, и мы на мосту. Сейчас посмотрим, как он выглядит. Ну что же, ребятки, вот прям совсем чуть, и будет мост Сарасина. Он совсем такой малюсенький, но тем не менее, очень интересно посмотреть, что же нас сейчас ждет на этом мосту. Вот он! Прибираемся на остров Пхукет. Да! Да, Мироська, все, мы едем. Новое море впереди нас. Да! Адаманское море. Вот она, часть. Ууу, какие пляжики! Какие они красивые, какие они чистые. Давай, мы будем купаться. Вот и все, собственно говоря, ребятки, встречайте, мы на Пхукете. Наконец-то! Вот они, первые пляжи Пхукета начинаются. У-ху! Заряжаем лайкосик, кто забыл в самом начале это сделать. Ееее! А вот так вот, представляете, выглядит выезд Пхукет Чекпоинт, а точнее выезд, вот мы сейчас заезжаем, словно проходим какую-то границу. Вот видите, вот такие терминальчики. Немного что-то, конечно. вот так вот ничего себе вот это да два пальца показал такой прикольно ну все вот теперь мы точно на пхукете проехали заехали и двигаемся дальше дороге на пхукете выглядят вот так вот классно чистенько аккуратненько и носенка сказала сразу видно что причёсанный остров первая заправка shell топлива сейчас скажу по цене значит здесь стоит вот 95 48 79 ну да дофига стоит ну либо какой-то другой можно взять дешевле но можно на местных заправках локальных заправляться там будет по 30 с копейками ну и конечно здесь есть пробки вот пожалуйста красная полоса вот началось короче нас остановил полицейский и походу хочет нам выписать штраф мол типа я неправильно где-то повернул но ща посмотрим чем закончится такие короче они ваще на всем пристегивать были да как я уж камеру здесь состав прикиньте короче вообще такой типа с тебя типа 4000 бат типа разворот не в положенном месте я говорю в смысле 4000 нет но мы начинаем я с ним объяснять что нет говорю я не дам типа столько денег он не переводит типа я сделаю типа все за тебя без твоего участия сам типа схожу в банк я говорю да конечно в банк на карман ты сходишь на свой но в итоге потом не говорит 2000 я говорю нет у меня таких денег нету и хорошо что не было у нас оба кэша в итоге вам показа у меня последний игры 900 бат я говорю на 500 он такой типа нет типа это очень это мало я говорю нет у меня больше не тут все прям уперся и нет в итоге 700 бат но это конечно же сообщает чтобы понимали в общем поворот направо я ехал по полосе на которой есть указатель что по ней прямо либо направо а в итоге я выехал просто на зеленую на эту разметку и встал как бы в правую полосу чтобы не создавать за собой затор но все и в итоге он меня вытянул все говори давай это денежку он сразу уехал кстати на хайси уехал ладно поедем значит прямо а который стоял и делаем так следил пункет ну по ходу дела вся суть пункета вот такая вот красная просто 10 километров ехать 40 минут это конечно на уж ну что в принципе добрались это наш комплекс до где мы немножко поживем такие вот ворота ничего себе упа вот это да вот это да мы забрались получается комплекс находится прямо на горе да вроде правильно чихнул это значит что скорее всего цель мать у нас будет красивый вид из окошка надеюсь на адаманское море ладно пойдемте сейчас заселимся сразу рум-тур потом рум-тур комплекса сходим значит на море посмотрим закат потому что закат здесь сто процентов потрясающе солнце падает морюшка залетаем добро пожаловать в подъездную группу так единственно нужно найти сейчас ячейку 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 да подъездная группа конечно очень клевая залетаем сразу вход прикладываем и залетаем добро пожаловать в новый дом ребята мирошка разуйся пожалуйста мы здесь значит на несколько дней он да там он он не очень большой но недавно нам хватит но самое вы слышите эмоции родион это вид из нашего окна это просто невероятно ладно ребятки слышите эмоции ребенка и так начнем значит вход у нас тут сразу холодильничек морить о водичка за водичку спасибо вам огромное так значит здесь мыльнорыльная до что посуду мыть есть стиральная машинка кстати очень-очень хорошо дальше кофе бар очка пилочек попьем чайничек микроволновочка пожалуйста ну кухонка небольшая хорошо готовить можно у нас здесь стоит большой телевизор кондиционер все красиво чистенько современники дядю нётик биби значит диван который раскладывается здесь огромная кровать для насенки с мирошкой и меня здесь будут спать детишки но здорово и вот эти вот перегородки мне нравится как они делают что вот можно перекрыть эту комнату смотрите как классно и причем если полностью закрыть что вот ничего не видно это конечно очень хорошо огромное панорамное остекление это все как мы любим ребятки вы просто посмотрите с каким видом мы будем ложиться спать и с каким видом и будем просыпаться ближайшие дни и какой-то большой бассейн а это лобби это бассейн и куда можно сходить поплавать здесь виллы не не знаю комплекса не комплекса но посмотрите как это круто смотрится так здесь ванная комната пойдемте сейчас покажу такой шкаф купе мы заход шкаф и добро пожаловать вместо ванной много вот на всем сразу делает такое примечание мыло гель все есть бумага фен ну все как как обычно понятное дело что очень чисто большое зеркало душевая кабина здесь кстати есть еще шкаф о кстати гардеробная да еще и с подсветочкой сгланина насечкой и это сейф супер и утюг вот все выключился ну а теперь ребята давайте мы сходим вместе с вами на балкон чтобы насладиться этим видом а его уже кстати открыли мои дети ну залетаем давайте покажу да здесь у нас сушилки здесь стульчики столики ну и глядите какая красота ребятки как вам эти как здорово это кстати вот въезд где мы заезжали до ворота вау начинается самое нелюбимое в путешествиях и в переездах это таскать вещи туда-обратно лучше делать иду иду мирошка иду виду после такого длительного переезда конечно же нужно помыть фруктики нарезать все это дело подкрепиться налить зелененькие чаечки отправиться наслаждаться вот этим вот красивым видом ребятушки смотреть какая красота вау это называется очень медленно я за он у нас потому что сотрить какая у нас погода может два месяца дожди ты не видели ну да да дай он туда и не часть пукета вообще накрыла как даже гор не видно вот так вот да прям идет дождь такой мелкий мелкий пока еще на есть сейчас знак накроет вот эта туча нас то уже будет далеко не мелкий мы же на пукете первый раз меня глаза даже не понимаю где мы находимся сейчас карту смотрю и получается вот это впереди это вот огромный пляж называется банктау а получается вот тут вот пляж пляж сурин вот до которого нам идти пять минут на машине здесь кстати есть еще скейт-парк вау неплохо то что я люблю как говорится по соседству вот здесь находятся еще дикие пляжи хочется конечно вот эти дикие пляжи посмотреть ну а дальше это самые популярные камала потом к бич дальше корон или каран как он там правильно естественно обязательно в сезоне про пхукет мы здесь все прокатаем все про путешествуем то что ребятки подписывайтесь обязательно традиционно при каждом переезде первым делом идем в магазин здесь до большого лотоса 18 минут на машине поэтому ездить мини лотос пойдем туда вот прям вот недалеко от пляжа по пацанам аттракцион ведь как у нас тут красиво очень удобно вышел здесь сразу же баус можно отведать еду и вот заказать себе короче такси но мы на машине вот так выглядит такси можно сюда сесть и доехать до пляжа до попугаи видите ходят вот угол нашего комплекса торчит и собственно вот она улица которая идет до пляжа менее не все мирошка магазин и он вот они фрукты продаются вот немного цены сразу 220 мангустины и веник здесь грамм 100 наверно 50 бат да чувак ехал просто байк сбил вот байк теперь лежит а мы зашли местное кафе вон менюшку посмотреть тут цены такие кстати нормальные вообще вот мы по рису ориентируемся сколько ты говоришь рис мы додумали мы пройдемся получается вот наш поворот где мотик лежал вот она кафешка а вот уже и магазин лотус да 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 то видите все сразу бэмс зашли в лотус и вы знаете здесь сцены в принципе как везде я думал что будет выше потому что этого острова не тут мы как брали всегда по моему за 7 7 таки берем сейчас до грудку за 7 7 молоко за стоит 45 такие стоит здесь тоже 45 решили мы все-таки вечерочком дойти до пляжа кстати нам тут же буквально два шага осталось посмотреть атмосферу вечернее на свинишная прямая здесь он собираются ребята пинают футбол я заодно хочу посмотреть как здесь дела с парковкой но и в принципе вот пожалуйста парковочных мест очень много и вот уже виднеется море это кстати плюс еще одно море в нашу копилочку где мы покупаемся адаманская но уже не сегодня будем купаться а завтра а парковочных мест много и на этой стороне тоже есть и прям вдоль пляжа можно вставать ну что же ребятки добро пожаловать пойдем на пляж сурин как это все выглядит посмотрите огромнейшая парковка для байков вот и вот и вот ну и собственно пляж я-то думал мы сейчас закат посмотрим а нет закатом сегодня получилось потому что видите какая облачность впереди ну здесь конечно песок клёвый смотрите как смотрите как прикольненько здесь здорово ну и море конечно адаманская вообще цвет потрясающий до купаться уже завтра будем но здесь вообще прозрачность зашкаливает ой супер пляж кстати общение большой я не знаю метров четыреста наверно может даже 300 вот это круто еще бы закат был было вообще потрясающе вау ну да цвет вообще потрясающе паслой ну вот хоть это закупаемся как красиво смотрится супер надо было брать шорты и купаться на закате но нет уютный пляж хорошо что здесь не заставлена вот эта часть лежаками а только далее это конечно потрясающе огромный плюс главное чтобы у у нас там мясо из коляски никто не сожрал а то мы останемся без ужина так ладно и так нас гаишник на последние деньги в общем решили мы прям в чем есть искупаться прям в этих шортах все теперь погнали Ирошка Мальчишки Тянет? Ну а завтра уже поныряем И посмотрим как все смотрится днем На случай цунами здесь Вся такие таблички, видите Эвакуашн роуд, туда нужно бежать Ну на гору Все, будем отдыхать после длительной дороги До нового выпуска, пока Субтитры сделал DimaTorzok